Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня поговорим о такой наболевшей теме. Речь пойдет о аккумуляторах такого смартфона, как THL T100S. Тем людям, которые интересуются этой моделью, которые обращаются к нам с вопросами, известно, что в продаже существует аккумулятор на 2750 мАч, в то время как стандартная поставка всегда была, это 2300 мАч. Я всегда относился к этой информации скептически, я всегда отвечал на эти вопросы, что даже если существует такой аккумулятор в природе, он будет идентичен по своим характеристикам с обычным аккумулятором на 2300. Он будет одинаков по размерам, он будет одинаков по своим емкостным, он будет одинаков по своим емким характеристикам, то есть смартфон не будет работать дольше. Люди спорили, люди не верили, ну вот как бы получили мы новую партию смартфонов. И как раз мы были удивлены, я был очень рад этому, что к нам приехали THL T100S с аккумуляторами на 2750 мАч. Демонстрирую вам это. Аккумулятор на 2300 и аккумулятор на 2750 мАч. Обращаю ваше внимание, что аккумуляторы новые, целенькие, не переклеивались, все в этом плане здесь хорошо. Вот такие вот надписи на этих аккумуляторах 2300 и 2750. Они идентичны по толщине, они не отличаются абсолютно по размерам, по габаритам, со всех сторон они одинаковые. Естественно, я делал тесты, как с этими аккумуляторами работает смартфон. Что у нас получилось, давайте сейчас мы посмотрим с вами. Хочу сказать, что предыдущая партия смартфонов, вот, скорее всего, вот эта вот модель, которую я держу правее, она с более старой прошивкой, новые модели, в которых пришли с аккумуляторами на 2750. Это модель с обновленной прошивкой. Дата прошивки немножко новее, свежее. Для честности результатов, для честности эксперимента, я сначала протестировал с новой прошивкой смартфон. Вот эта модель будет с новой прошивкой. Сейчас я вам это продемонстрирую. Я сначала протестировал аккумулятор свой заводской, с которым она приехала, то есть это 2750. После этого я взял 2300 и протестировал его еще раз с этой же прошивкой при одинаковых условиях, если так можно сказать. Демонстрирую вам прошивку. Я не знаю, как я делал скриншоты, как вам доказать, что это реально их скриншоты, что это реально я делал, этим занимался. Я не знаю, верьте на слово. Вот, прошивка 2014-02-25 и 02-19 справа. Вот эта вот модель, которая слева, 25 число, это прошивка более новая, и соответственно с этим аккумулятором с 2750 он приехал. Я немножко разбросал эти скриншоты, сейчас буду вам демонстрировать. На этой модели сейчас записаны скриншоты с новой прошивкой с аккумулятором на 2300. На этом смартфоне в соответствующей папке скрины 2750 новое ПО. Записаны скриншоты с большого аккумулятора. Обращаю ваше внимание, что тестировался аккумулятор на одинаковой прошивке, вот на вот этой вот обновленной 25 числа. Как вы видите, 2300 мАч показал в Antutu тестере 453 балла, 2750 показал 416. Далее я тестировал, естественно, физически, и я тестировал игру. На 15% 2300 аккумулятор у нас разрядился он за 2 часа 12 минут. На 2750 аккумуляторе он разрядился за 2 часа 13 минут до 13%. То есть, показатель практически идентичный. Если в Antutu тестере была какая-то разница, то здесь разницы нет абсолютно никакой. Ну и также я тестировал 2750 еще при воспроизведении фильма. Full HD с максимальной яркостью. Я на всех смартфонах, когда выставляю, я тестирую их с одинаковыми условиями. Вот 4 часа 12 минут. И хочу вам показать еще так, просто для информации, скриншоты старой прошивки с аккумулятором на 2750. Antutu тестер показал у нас 490 баллов. В игре смартфон показал до 10% в 2 часа 17 минут. И видео до 15 показал 4 часа. То есть, по результатам, да, несколько результаты колеблются. Но этого и стоило ожидать. Ведь у нас, во-первых, разные прошивки. Во-вторых, аккумулятор один и тот же, даже с одинаковой емкостью, он может работать несколько по-разному. Потому что это все дело такое. Тут не будет каких-то точных данных, каких-то математически точных данных. То есть, около того, как я и придерживался того мнения, я считаю, что аккумуляторы на 2-300 мАч, а может быть и несколько меньше, сколько на самом деле будет, сейчас я вам продемонстрирую. Поэтому вот этого ажиотажа, что вот, а есть у вас модель в наличии с аккумулятором на 2750 или там еще что-то, а можно купить отдельно. Не нужно страдать ерундой, ребята. Китайцы не делают так. Аккумулятор, ну, лично в моем понимании, аккумулятор должен быть хотя бы другого размера. Он должен быть хотя бы толще, например. Они должны быть разного веса. У меня нет точного прибора для измерения веса в граммах. Но я чувствую, что они идентичны, что смартфоны, точнее, что аккумуляторы одинаковые по размеру. Немножко разные тут наклеечки. Ну и чтобы, скажем так, вывести окончательно китайцев на чистую воду, я взял с собой, положил тут рядышком кинцет. Я хочу вам продемонстрировать, что же у нас написано под наклейками в этих аккумуляторах, что на самом деле написано на самом металле. Итак, давайте посмотрим. Аккумулятор на 2 300 мАч. Аккумулятор на 2 300 мАч. Вот что-то тут написано. Итак, продолжим. Несколько меня отвлекли. Вот здесь вот такая вот надпись есть. Продолжим его открывать с другой стороны, смотреть, что же написано там. В общем, тут информации такой о аккумуляторе толком нету. Но есть вот этот вот штрих, номер. Давайте откроем теперь аккумулятор на 2 750 мАч. И посмотрим, чем же он там отличается внутри. Есть ли между ними вообще разница. Отклеивается гораздо легче. А тут у нас немножко другая информация. Тут тоже есть информация. В принципе, здесь на аккумуляторах все написано то же самое, что написано и на наклейках. На самих аккумуляторах я имею в виду внутри. Здесь же он несколько отличается, этот аккумулятор. Но по толщине и по размерам он идентичен. Я, если честно, думал, что будет написано на аккумуляторах 2 300. Вот прямо на самом вот этом вот металле. Но, однако, этого не случилось. Обычно в китайцах имеют такую практику, что прям пишут, вот нечестные на наклейках пишут, там, допустим, 2 800, а внутри под наклейкой может быть написано 2 300. Это все очень легко у китайцев делается. Что ж, какие выводы можно сделать? Аккумуляторы идентичны. Емкость аккумулятора, скорее всего, составляет 2 300 мАч. По времени работы аккумуляторы не отличаются. Поэтому говорить о том, что аккумулятор 2 750 должен стоить дороже, или телефон должен стоить дороже с таким аккумулятором, нельзя так сказать, потому что это просто уже развод. На этом будем заканчивать. Вот такой вот обзор у меня получился для вас. Кому было интересно, спасибо. Ставьте лайки, подписываемся. И ждем новых видео от меня. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok